всем привет сегодня у нас на подъемнике снова 120 prado в прошлых видео мы показывали как ставим на него большой передний бампер силовые пороги и задний бампер легкой серии и вот сегодня мы ставим на него передний бампер легкой серии его у нас ждали спрашивали для того чтобы можно было собрать комплект из заднего бампера white серии и теперь есть возможность установить еще и передний как и в случае со 150 prado бампер легкой серии у нас может устанавливаться как отдельно так и в паре с площадкой риф для скрытой установки лебедки в передний штатный бампер вот так выглядит бампер легкой серии передней здесь он выложен в комплекте для установки как с площадкой так и без нее при установке этого бампера без площадки используются вот эти кронштейны большие если же он устанавливается с площадкой под лебедку то для этого используются вот эти кронштейны поменьше но сейчас в процессе установки мы этот нюанс покажем для того чтобы не возникало вопросов хотя бамперы легкой серии у нас и ставятся поверх штатного для установки бампера на все-таки штатный придется снять для того чтобы установить кронштейны и сделать подрезку бампера соответствующую поскольку мы на этом автомобиле устанавливаем передний бампер без площадки то здесь процедуру следующие снимается вот этот брус штатный снимается вот эти кронштейны откручиваются а дальше между вот этими кронштейнами и фланцами рамы мы заводим вот такой кронштейн для крепления теперь навешиваем наш кронштейн и на него штатный вот такой получается сэндвич из штатного кронштейна и кронштейна риф с другой стороны устанавливаем точно также кронштейн здесь никаких отличий нет если же бампер устанавливается с площадкой под лебедку то это выглядит вот так в этом случае роль штатного поперечного бруса будет выполнять сама площадка и в комплекте с ней идут уже вот такие кронштейны которые устанавливаются вместо вот этих штатных кронштейнов и уже потом вот на эти кронштейны будут устанавливаться кронштейны для установки уже самого бампера соответственно площадку с лебедкой мы используем не вот эти кронштейны для бампера которые ставятся на раму а вот эти вот эти маленькие кронштейны у нас ставится на кронштейны площадки вот так а вот дальше есть нюанс соответственно когда мы сделали вот такую вот плоскость у нас бампер крепится сюда привинчивается здесь здесь и здесь но если вы купили до этого площадку под лебедку у нее может быть другой кронштейн у него нет вот этого отверстия и полка короче и для того чтобы поставить с легким бампером вот эту площадку надо будет отдельно все-таки поменять вот эти кронштейны купить вот такие кронштейны они будут отдельно в продаже для замены тех кронштейнов которые были куплены с площадкой ранее возникает вопрос а почему же вот здесь то кронштейны другие потому что вот эти кронштейны под площадку они как раз были изменены и сделаны под новый light бампер передний который вот только-только у нас появился до этого площадка выпускалась с кронштейнами которые не предусматривали установку этого бампера потому что его просто не было соответственно под этот бампер были созданы вот эти кронштейны поэтому если у вас старая конструкция еще старые кронштейны то надо будет докупить вот такие чтобы совместить площадку с лайт бампером вот как этот кронштейн маленький ставится на бампер вот два отверстия и вот еще третье отверстие которое на кронштейне площадки под лебедку продолжаем ставить бампер без площадки под лебедку поставили кронштейн бампера поставили штатный кронштейн подтянули гайки чтобы выбрать слабину но не затягивать потому что нужна слабина кронштейна чтобы он подвижный был после чего вот сюда в штатное резьбовое отверстие на раме вкручиваем идущий в комплекте болт на 12 с шагом резьбы 125 данное резьбовое отверстие на автомобиле не используется поэтому она может быть в грязи или ржавым поэтому перед установкой болта рекомендуется это отверстие прогнать метчиком ну и соответственно с этой же стороны все то же самое никаких отличий нет дальше после того как мы кронштейн установили начинаем ловить у них нижнюю плоскость и выставлять вот это расстояние какие варианты как мы это делаем ну во первых устанавливаем кронштейны вот эти вровень с фланцами лонжеронов рамы как ориентир дальше нам надо поймать плоскость мы для этого используем вот мы используем правило можно использовать доску ровную или трубу наша задача сделать так чтобы вот эти два кронштейна выставились в одну плоскость плоскость мы ловим как если чуть-чуть она отличается значит киянкой резиновой подстукиваем вот здесь двигаем кронштейн мы их подтянули они у нас подтянуты но не затянуто чтобы можно было как-то кронштейн двигать после того как мы плоскость поймали мы должны определить одинаковое расстояние от кронштейна например до фары чтобы они стояли одинаково по высоте чтобы все было одинаково чтобы бампер стоял ровно дальше замеряем межцентровое расстояние на бампере и чтобы у нас это расстояние было таким же вот между вот этими точками она может отличаться буквально на пару миллиметров это нормально отличие возможно потому что здесь пазы можно подвигать здесь нет такого что прям вот размер в размер можно немного подвинуть бампер чтобы компенсировать некоторую разницу собрали кронштейны выставили дальше надо протянуть вот эти гайки и вот эти но вот этот болт не затягивается он будет затягиваться в последнюю очередь дальше устанавливается обратно брус штатный но перед этим вот в эти кронштейны закладываются болты идущие в комплекте раз и два иначе потом к ним будет очень трудно подлезть поэтому закладываем их заранее с той стороны то же самое перед установкой бампера штатного его надо подрезать нам надо здесь сделать вырез продлить вот эти линии еще на 20 миллиметров вот получается примеру такой кусочек мы вырезали это фреза на 16 фрезеруем и вырезаем чтобы поместились кронштейны эти вырезы в бампере они вот под эти кронштейны штатный бампер вешается на место и уже потом поверх него будет ставится бампер стальной чтобы закрутить штатные винты которые держат бампер снизу у нас кронштейне предусмотрено вот такое технологическое отверстие на автомобиле который у нас используется в качестве донора стоит штатная защита двигателя и бампер сделан в том числе и с учетом ее конструкции потому что бывают нештатные защиты которые выходят вот сюда дальше и тогда они мешают надо их отрезать то есть защита не должна выходить дальше вот этой балке для того чтобы бампер риф без проблем встал бампер вешаем вот на эти кронштейны передние на два болта и потом еще будет устанавливаться вот здесь бампер пока не затянут так что есть возможность его подвигать влево вправо и вперед назад то есть выставить его ровно по кузову перед тем как затянуть ну и наконец финальный штрих установки протягиваем болты которые крепят бампер к кронштейну вот они 1 2 3 а потом протягиваем финале вот этот болт крепление кронштейна к раме о котором говорилось в самом начале с пассажирской стороны тоже самое и в общем все ну и финальный штрих на шляпку переднего болта крепление бампера кронштейну устанавливаем декоративные крышечки потому что сейчас его не видно этот болт а когда машина например стоит то он проглядывает для того что все выглядело эстетично в комплекте к нему идут крышки одна сюда и 1 сюда и на этом установка бампера закончена установку закончили и можно оценить что получилось хорошо вписан дизайн на черном автомобиле он конечно и выигрыш не смотрится но при этом вот несмотря на приставку легкий тут с прочностью все в порядке легкая версия все равно сочетает в себе функционал классического бампера сделан из толстого металла кронштейны и вот эта часть это 6 миллиметров вот эта пластина которая закрывает моторный отсек 4 миллиметра труба со стенкой толщиной два с половиной миллиметра сюда цепляем мягкий шакл чтобы автомобиль дергать или дергать автомобилем а вот сюда заводится клюв речного домкрата естественно этот бампер выдерживает подъем домкратом автомобиля бампер также дает дополнительную защиту моторного отсека спереди прикрывает радиаторы то есть вместе с штатной защиты и образует такой очень серьезный защитный панцирь причем защита штатная она тоньше чем вот эта панель кроме того нет зазора между штатной защитой и защитой бампера то есть зазор закрыт вот этой пластиной чтобы проем не попали камни не попали коряги и не повредили радиатор кстати такой нюанс установка подобного бампера на prado 150 она практически один в один совпадает с процессом установки на вот этот 120 так что данная видео инструкция универсальная и может работать на два автомобиля цены и наличие бампера ариф для 120 prado можно будет посмотреть по ссылке в описании